Душевное видео Концентрации и поддержки Сижу, кстати, да, заметили в курточке за 2700 евро На улице зима, одеть ее некуда, хоть видос не сниму Вы мне задавали вопросы, что там с мошенниками, что там с вымогателями, которые требовали у меня миллион рублей Только я снял стрим, все угрозы внезапно прекратились, все куда-то внезапно пропали Наверное, поняли, что денег от меня они не получат Вообще, по поводу разоблачителей, вы видите, какая ситуация сейчас на ютубе Чем больше ребят, которые добиваются успеха, тем больше разоблачителей Вообще, ютуб в плане полезного контента очень вырос Вот с 2017 года это все началось Сейчас здесь очень много крутых каналов, у которых очень много мотиваций От которых вы можете брать сплошную пользу Это каналы Оскара Хартмана, это каналы Евгения Черняка Я вот смотрю эти каналы, ребята, можно не ходить ни на какие семинары Просто смотрите эти каналы, там все то, что рассказывают на семинарах И это все бесплатно Богатые люди берут интервью у миллионеров Там все долларовые миллионеры И там очень-очень много полезной информации И, кстати, это очень круто Но также развилось много разоблачителей Люди, которые, можно сказать, ничего не добились И пытаются на этом хайпить И скоро, конечно же, доберутся до меня Потому что у меня сейчас не так много подписчиков Кого они разоблачают? Тех ребят, у которых много подписчиков У которых миллионы Только у меня, наверное, будет, ну, может быть, тысяч 150 или 200 На меня тоже начнут снимать разоблачения Потому что если у меня 10 тысяч подписчиков Я никому не интересен На мне никто не похайпит Вот такая вот ситуация Даже если будет какой-то супер-мошенник У которого там 2000 подписчиков Про него никто не снимет разоблачение Потому что это видео не наберет просмотров Потому что его никто не знает И он людям не интересен Цель моих видео – давать вам поддержку Цель моих видео – мотивировать Минимальная задача моих видео Чтобы у людей было хотя бы хорошее настроение Вы видите, сколько сейчас дерьма Вы включили этих разоблачителей Все плохо, везде развод Вы посмотрели Все, я ничего не буду делать Везде, блин, врут Включили телевизор Там кого-то убили Там кого-то изнасиловали Все, жизнь дерьмо Пропадает мотивация Вы не хотите двигаться дальше И это очень плохо Моя цель – чтобы после моих видео У вас появилась какая-то энергия Какой-то заряд Чтобы люди приобщались к полезному Блин, как же вот мне приятно Что люди начинают читать С помощью моих видео Люди начинают интересоваться книгами Не смотрят какие-то дичевые каналы Где там бухают Кого-то разоблачают Нет Они начинают читать книги Люди мне пишут Тарас, я до этого не увлекался чтением Вообще не любил читать В принципе, как и я Только я прочел книгу Богатый папа Бедный папа Только я прочел книгу Думай, богатей Наполеона Хилла Все, я начал штудировать все книги пятой тематики Также они пишут Ребята, я прочел твои 20 книг Твой список, который ты посоветовал Посоветуй что-нибудь еще И это люди, которым 15 лет Которым 17 лет И это очень приятно Что люди в таком возрасте Начинают интересоваться Огромное вам спасибо Как же вот приятно Что это все благодаря мне Что я несу какую-то пользу Также я замечаю Какие люди приходят на мои семинары Если приходят школьники Задает мне школьник вопрос Это раз Я хочу заняться инвестированием Я подкопил денег Как ты думаешь Стоит ли инвестировать в акции Apple Блин, я просто Я не знаю Охреневаю Когда вот задают мне такие вопросы Что я еще в 20 лет Бухал Был дичью А этот человек В таком возрасте Уже начинает интересоваться Инвестированием Блин, как же это круто Этим всем Я вас подвожу к тому Что приобщайтесь к полезному Ребята Извлекайтесь со всего пользу Не копайтесь в дерьме Дерьма вокруг очень много Если вы будете копаться в дерьме Например, вы какой-то злостный хейтер А, вас кто-то там бесит И вы начинаете писать этому человеку Зачем это делать? Вы только подумайте Сколько бы вы могли потратить время на себя? Вот возьмите, например, то время Которое вы потратили на все негативные комментарии И если бы вы это время использовали с пользой Если бы вы это время использовали для себя То есть мы говорим о концентрации Концентрируйтесь на себе Зачем вам другие люди? Зачем вам что-то кому-то доказывать? Докажите сначала себе Реализуйтесь как личность вы сами Это очень важно Сначала докажите себе А потом люди на вас будут смотреть И уже делать какие-то выводы Кстати, вот мне задают вопросы Тарас, а вот твои друзья Смотрят на тебя Они пользуются твоими советами? Нет! Никто, блин, не пользуется Они смотрят и говорят Ну, это не мое У тебя такие методы Это мне не подходит Мне кажется, если бы я взял любого человека Если бы он пользовался всем тем Ничего не пропускал Как я говорю Он, блин, за год стал бы миллионером Если бы все четко делал Например, даже те утренние Показываю просто на кровать Утренние праймы Не пропускал ни одного дня Брал бы на себя ответственность Концентрировался на своем успехе Концентрировался на возможностях А не на каких-то отговорках Это все очень просто Это просто нужно делать У меня были такие друзья С которыми я уже распрощался Которые концентрировались Не на себе, а на окружающих Они копались в дерьме Они все знали Они пытались там кого-то научить Я говорю, почему бы тебе не сконцентрироваться на себе Они всех учат А у самих в жизни полная жопа Вот знаете, неуспешные люди Все знают Неуспешные люди всех учат Они все знают А успешные люди делают то, что знают Это очень-очень важно Запишите, кстати, это Теперь давайте подсуммируем еще раз это все И сделаем вывод со сказанного То есть всю ту энергию Которую вы тратите На разбирательство На доказательство На копание в дерьме Потратьте ее на себя Потратьте эту энергию с пользой Прочтите, блин, какую-то книгу в это время Вы столько тратите времени на других людей Вы столько тратите времени на их проблемы Что забываете жить своей жизнью Потратьте это время на себя Вот вам и весь успех Теперь давайте поговорим о поддержке Чем больше вы будете отдавать Тем больше вы будете получать Если вы будете отдавать свою поддержку Если вы будете поддерживать других ребят Вы будете получать гораздо больше Я поддерживаю вас в своих видео На семинарах Когда вы мне в личку пишете Потому что я сам искал эту поддержку А вы поддерживаете меня комментариями Вот так это все работает Я, кстати, читаю каждый комментарий Я все ваши комментарии читаю И стараюсь их пролайкать И мне очень приятно Когда человек вот садится и просто рассказывать свою историю. Вот ему это важно. Вот для него в конкретный момент это самое важное. Просто поделиться своей историей и чтобы ее заметили. И я все эти истории, которые вы вот такие вот расписываете в комментариях, я их все читаю. Мне очень приятно, потому что я в свое время также искал поддержку у тех людей, которые уже добились успеха. И вот в конце видео я вам расскажу эту историю. Вот только представьте, как изменился бы мир, если бы люди друг друга поддерживали, говорили, у тебя все получится, ты самый лучший, я в тебя верю. Вместо этого люди говорят, это все дерьмо, брось ты эту затею, у тебя ни хрена не получится. А наш характер формируется с детства. Именно детство это очень важный этап. Если вот меня сейчас смотрят родители, поддерживайте своих детей. Потому что тогда они такими и вырастут, уверенными в себе. Если вы будете говорить, брось ты эту затею, у тебя ничего не получится. Каким должен быть ребенок, если вырастет? Понятное дело, он будет закомплексованным в себе, он будет неуверенным. Если вы его всегда будете поддерживать, у него все будет получаться. Для ребенка вообще очень важно то, что происходит с ним на данном этапе его жизни. Если там мальчик влюбился в девочку, для него это важнее всего сейчас. Его не интересуют ваши проблемы. И здесь он ждет от вас поддержки. А вы говорите, ой, ты перерастешь, это все ерунда. Не нужно такое говорить ребенку. Потому что это все формирует его характер. Это очень важно. Вот я рос вот таким вот закомплексованным. Я нигде не гулял, со мной никто не разговаривал, можно сказать, на взрослые темы. Я как бы это все только узнавал со своего личного опыта. У меня были трудности в общении с противоположным полом. Это было очень тяжело. И я очень переживал и комплексовал из-за этого. Еще мне очень часто люди задают вопросы, а что делать, если вообще нету никакой поддержки. Это крутая ситуация. Я был в такой ситуации. Я сам для себя был поддержкой. Я искал поддержку в мотивационных фильмах, в мотивационных картинках. Я искал поддержку в книгах. Это самое важное. Я для себя думал, что я общаюсь с миллионерами. Вот книга, я напротив миллионера, который написал эту книгу, и я с ним общаюсь. Это и была моя поддержка. Я закрылся в себе и черпал поддержку только из книг. Это самая важная поддержка. А сейчас у вас есть я, сейчас у вас есть очень много каналов на ютубе, которые несут пользу, которые дают вам поддержку и дают вам мотивацию. Смотрите эти каналы, не смотрите всякую дичь. Понятное дело, вы должны знать о дичи, вы должны знать, что происходит. Вы должны знать о всем дерьме. Но не копайтесь в дерьме. Извлекайте только пользу, если есть какое-то дерьмо. Но лучше всего только полезное смотрите и только полезное читайте. Полезные фильмы, полезную литературу, музыку. Все берите максимально полезное. И сконцентрируйтесь на себе. Докажите сначала себе. Никому ничего не доказывайте. Докажите сначала себе. Итак, этим всем я подвел вас к истории о поддержке. О реально истории из моей жизни. Есть такой у нас видеоблогер в Украине Андрей Тружковский. Ведет он канал Синдром Тружковского. 29 сентября 2016 года я заказал у него рекламу. Написал, здравствуйте, хочу заказать рекламу в начале видео за 6000 рублей. Киев, там оплата. Он мне написал, приветствующий влог, свободен, будет либо завтра, либо послезавтра. Я оплатил и написал. Все, оплатил, если не затруднит. Можно два совета или правила от тебя. Как стать успешным и финансово независимым. Всегда спрашиваю совета у успешных людей, и которые многого добились. У каждого есть что-то подчеркнуть. Для меня тогда это было очень важно. Я был тогда зациклен на успехе. У меня висели везде плакаты, цели, визуализация. Меня ничто не волновало. Меня волновал успех. Я тогда очень переживал. Я тогда плакал ночами. Очень было тяжелое время. И вот я у каждого человека искал вот эту вот поддержку. И этот человек мне эту поддержку дал. Я оплатил деньги, он мог мне вообще ничего не ответить. Потому что у него на то время было, я не знаю, 130 тысяч подписчиков. Он был довольно-таки известный, много очень зарабатывал. И он мог просто выпустить мое видео, мой преролл, и мне не отвечать. Но он мне ответил. Получил, монтирую. Просто работай. И делай то, во что веришь. Вот сейчас я вам читаю секрет миллионера. Это секрет миллионера. Он очень простой. Не стремись за деньги. Они сразу не приходят. Но если ты не опустишь руки, то со временем станешь самым лучшим в своем деле. И, конечно же, начнешь зарабатывать. Так и случилось. Я стал сейчас самым лучшим в своем деле. Я просто следовал этому правилу. Как же для меня была важна вот эта вот поддержка. И здесь настолько все просто. То, чему я вас учу. Если ты никогда не сдашься, ты никогда не проиграешь. Никогда. Если не опустишь руки, то со временем станешь лучшим в своем деле. У вас нет шанса проиграть, если вы будете этим заниматься. Если у вас будет свое любимое дело. И вы никогда не будете сдаваться. И не стремитесь за деньги. Стремитесь за своей мечтой. Денег мне тогда канал не приносил. Торговля мне очень мало приносила денег. Я делал то, что мне нравится и не сдавался. Все. Все. Это секрет успеха. Мне люди могут сказать, да это херня. Я это все знаю. Так почему же вы этому не следуете? Неуспешные все знают. А успешные делают то, что знают. Это просто нужно делать. Каждый день нужно идти за своей мечтой. Все. Это все. Просто попробуйте каждый день это делать. Будет очень тяжело. Но будет очень интересно. Знаете, это как соль. Ваша жизнь будет не с сахаром, а с солью. Будет не сладко, но без соли невкусно. Я не знаю, или посмотрит Андрей видео. В любом случае, я ему хочу сказать огромное-огромное спасибо. Ты в то время очень-очень мне помог. Вот я не знаю, как глоток воды были мне вот эти вот слова. Как глоток воды, не знаю, в пустыне. Меня очень это замотивировало, и я начал двигаться к своей цели. Так что я хочу вам сказать, всегда поддерживайте. Поддерживайте людей. Просто есть такие блогеры, меня они так бесят. Известные блогеры-миллионеры, которые стебутся со своих подписчиков, которые читают комментарии. Убил бы этих мудаков. Читают комментарии, там подписчик его спрашивает, как стать известным. И он его перекривляет, понимаете, перекривляет. Для человека важна, блин, поддержка. Хочет спросить. У него, может быть, ни хрена нету. Единственный твой комментарий, его как-то поддержит. А он там его перекривляет, потому что он, знаете, общается на украинском, на суржике. Может быть, парень с села. И он его перекривляет. И какую-то херню ему несет. Потому что, я не знаю, или ты такой уже классный, что ты столького добился. Ну, никогда так не делайте. Для человека, блин, да человек может повеситься из-за этого. Вот для меня настолько было вот это вот важно, вы не представляете. Я тогда рыдал, блин, ночами. Самое-самое важное было. И прикиньте, если бы мне Андрей ответил, да перестань ты страдать хернёй и какую-то такую чушь. Как бы меня это демотивировало. Потому что у меня никого не было. Не было вообще поддержки. Вот это была единственная поддержка. Так что поддерживайте. Если вы родитель, поддерживайте своих детей. Если у вас кто-то спрашивает совета. Если у человека есть мечта. И он делится с вами. Может, это мечта идиотская, да. Может, вы хотя бы, не знаю, смеетесь внутри. Но никогда не показывайте это человеку. Потому что для него это очень важно. Поддержите его в его начинаниях. Благодарность и поддержка вам вернётся. Чем больше вы будете отдавать, тем больше вам будет возвращаться. Никогда не смейтесь над чужими мечтами. Потому что над моими мечтами все смеялись. Ой, ну что, ты уже зарабатываешь столько денег? Зарабатываешь? А потом они у меня уже в долг начали просить. Но я, знаете, не злопамятный. Я говорю, блин, ребята, всё нормально. Чем вам помочь? Но люди настолько, не знаю, злые. Настолько у них какая-то обида на меня. Ну почему? Почему? Почему вы не можете порадоваться? Почему вы не можете, не знаю, следовать моим советам? И тоже становиться счастливым человеком? Почему? Почему? Откройтесь. И мир изменится. И жизнь ваша изменится. Чтобы там никто не думал, что я что-то подстроил. Вот вам видео Андрея. Залип на канал одного чувака. Рэпер-трейдер. Поэтому подписывайтесь на его канал. Всё довольно-таки информативно и интересно. Тогда, да, я ещё был рэпером-трейдером. И да, подпишитесь. Подпишитесь на мой канал. Ссылку я оставлю на своём канале, на свой канал в описании. Вот так вот. И, кстати, ссылку на канал Андрея я тоже оставлю в описании. Почему бы и нет в знак благодарности? Это не реклама. Вообще на моём канале нет рекламы. Встроенной рекламы в видео нет. Всё, что я говорю, это мои проекты. Я в них участвую и просто с вами делюсь. Если будет какая-то реклама, я обязательно вам скажу. Нету на моём канале рекламы. Есть, понятное дело, ютубовское, в которую я подключаю. Почему бы и нет не заработать лишние 2000 долларов? Если просто нужно поставить галочку. Так что, ребята, было бы даже круто, если вы перешли бы на канал Андрея, написали ему какой-то там приятный комментарий. Я не знаю. Спасибо, Андрей. Что помог им стартингу дойти к своей цели. Спасибо за поддержку. И поставить ему лайк. Вот такое вот, ребята, получилось видео. Я думаю, оно было полезным. С каждого видео вы для себя. Я знаю это. Извлекайте пользу. Очень приятно, что люди с конспектами сидят и вот ведут. Мне скидывают люди видео, что они ведут конспект и из каждого видео конспектируют какую-то там фразу. Блин, это очень приятно. Это очень приятно. Я вообще не думал, что люди будут записывать там мои фразы, цитаты. Ребята, это очень-очень приятно. Огромное вам спасибо. Спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку. Не забудьте подписаться на мой канал, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Поддержите обязательно это видео лайком. Все ссылки в описании. Всем удачи. Не сдавайтесь. Я в вас верю. Вы самые лучшие. Все у вас получится. Вы самые ху**ые. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...